Девушки отдыхают Редактор Галина Корнаухова Итак, говорящая машина! Посмотрите, вам не кажется, что дом номер 7 по Луизиной улице выглядит так же, как и все другие дома? Ну, во всяком случае, снаружи Подвал, над ним элегантно возвышаются три этажа А под крышей мансарда Ну, назовем ее попросту чердаком Да, штукатурка кое-где отвалилась Ну, впрочем, точно так же, как и на многих соседних домах И, наверное, вам и в голову не приходит Что за этими стенами Может случиться что-нибудь необыкновенное И все же это так В доме номер 7 произошло нечто невероятное Под самой крышей дома, на чердаке Живет фролин Амалия Мейнштойбль Она очень стара и очень одинока Для компании она держит канарейку Которую зовет «Золотое горлышко» Потому что канарейка прекрасно поет Это моя кошечка, моя кошечка Ну, поклюй своим клювиком Моя золотая горлышко, поклюй Оставим, пожалуй, эту любящую пару О, здесь живут шайблы. Папа, мама и три дочки. Видите, старшая, самая высокая, метр шестьдесят, Клара. Вот средняя, метр пятьдесят, Марта. Младшая, Нана. Ее рост один метр тридцать сантиметров. И еще у шайблов живет. Давайте послушаем. Здесь, кажется, идет бурное объяснение. И вообще, на кого ты похожа, Нана? Опять ты играла с этой мерзкой собакой. Я знаю, что ты скажешь. Иди, пожалуйста, и вымой руки. И вообще, дети, запомните, в доме, где живут люди, не место животных. Вот. Этажом ниже живет молодой и, как утверждает критика, многообещающий художник Берлингер. Он живет один. Простите, я оговорился. В его доме поселилась кошка. Она залезает в его окно с крыши соседнего дома. Художник зовет ее Аглая. И всегда держит окно приоткрытым. Аглая, будьте добры, не шевелитесь. Очень неплохо получается. Особенно хвостик. Очень жаль, что я не могу выслушать ваше просвещенное кошачье мнение. Очень жаль. Еще ниже, на первом этаже, живет мясник Умкоп и его жена Луиза. Сейчас она ушла на рынок. Простите, я отвлекся. А это лает тот самый Аяк, с которым так недовольна мамаша Шайбу. Ух! Ух! Лежать! Сидеть! Стоять! Однако пойдем дальше, потому что наши главные герои живут тут, в подвале. Это профессор Роском. Знаменитый профессор Роском, изучающий речь животных. И его племянник Мартин. Настоящий изобретатель и мастер на все руки. Тсс! Я умолкаю. Сейчас, сейчас все начнется. Смотрите, смотрите. Сейчас начнется самое интересное. Итак, помни, мой друг, во всем необходим метод. Метод и ловкие руки. Верно, дядя? Да-да, мой мальчик, ты у меня изобретатель. Да-да, настоящий изобретатель. И сейчас мы проверим твою машину. Она не моя, она наша. Дядя, ведь у меня без тебя ничего не получилось. Хорошо, скромность, прекрасное качество ученого, наше. Однако прорепетируем. Во всем необходим метод, да, дядя? А как прорепетируем? Ну, представим себе, ведь должно быть у нас воображение, иначе какие мы с тобой ученые, верно? Верно. А чего мы представим? Представим себе, что мы с тобой в большом зале. Идет научная конференция. А сдаются аплодисменты, слышишь? Наконец, долгожданный миг председатель объявляет о нашем изобретении. Как он нас представит, как ты думаешь? Сейчас я думаю так. Так, уважаемые ученые, уважаемые ученые, сейчас вам будет представлено необыкновенное изобретение. Удивительная машина, которую сконструировал знаменитый профессор Роском. Ну, остановись, знаменитый профессор, это не скромно, да и незаслуженно. Я изучаю речь животных, их язык, а нашу машину сконструировал ты, мой мальчик. Да, ты у нас мастер на все руки, но не будем отвлекаться. От всем необходим метод. Итак, воображение, воображение, слышишь? Зал затихает, и председатель объявляет. Уважаемые коллеги, сейчас вашему вниманию будет представлена выдающаяся, я бы сказал, необыкновенная и даже из ряда вон выходящая, я не боюсь этого слова, открытия, говорящая машина. Из ряда вон выходящая, слишком бы не точно. Вам слово, уважаемый профессор Роском. Дядя, идите же на кафедру, что у нас будет кафедрой. Вот, этот ящик, ну, дядя. Нет, не спеши, как всегда торопишься, мой друг. Я не пойду на кафедру, прямо отсюда, вот из зала заседаний встану и скажу. Я скажу вот так. Благодарю вас, дорогие мои друзья, за столь высокое и приятное представление нашей работы. Говорящая машина действительно интереснейшее изобретение. И мы, мы рады проремонстрировать вам способности нашего дедища. Но эту честь я передаю ему верному другу и помощнику Мартину. И ты, Мартин, скорей, быстро, выезжай на ящик, это кафедра. Нет, дядя. Нет, ты тихо, слышишь, слышишь, все затихли. Сейчас, сейчас ты подойдешь к машине и просто, чтобы даже ребенку было понятно, расскажешь о сути нашего изобретения. Вот так, иди сюда. Ну, Мартин. Уважаемые ученые, в нашем изобретении, говорящей машине, самое главное, не электричество, хотя машина включается вот этим стыкселем в электрическую розетку. Ну, как электрический чайник или обыкновенный утюг. Главное, это громкоговорители и игрушки. Вот дудочка. Вот шарманка. Вот колокольчики. Наша машина умеет так хитро соединять эти звуки, что они превращаются в речь животных. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Видите, здесь нарисованы животные. Лошадь, кошка, собака и другие. А здесь буквы алкоголита. А, Б, В, Г, Д и остальные. И два микрофона. Один для животных, другой для людей. Понятно, я говорю, дядя. Прекрасно, мой мальчик. Продолжай, тебя слушает целый зал. Значит, один микрофон для нас, людей. В него можно говорить все, что захочется. Вот я сейчас нажимаю на кнопку, перевожу рычаг и говорю по своем человеческом языке. В этом году я постараюсь дать 40 литров молока в день. А теперь эту фразу я перевожу на коровый язык. Если бы сейчас здесь у нас была корова, она бы поняла, что я сказала. Машина перевела мою фразу. Вы, вы можете лаять, свистеть, хрюкать, мяукать, ржать, кукарекать. Ну, конечно, смотря по тому, что вы за животное. Браво, Мартин, ты отлично представил наше изобретение. Ну, а теперь за работу. Надо испробовать на практике наше делище. Значит, как мы договорились, начнем мы откуда? Начнем с мансарда, так? Да, пролиномалия с канарейкой с золотой горлышкой. В данном случае уместнее будет сформулировать так. Канарейка с золотой горлышкой с пролиномалией. Уже время. А пролиномалия очень точна. Внимание, Мартин, приготовились. Наступает торжественная минута. Говорящая машина впервые будет опробована на животном. Теория и практика, теория и практика. Теория без практики мертвам отизвестна. Пожалуйста, сводите пролиномалия. Здравствуйте, здравствуйте. Ждем вас, пролиномалия. Вот я, вот и я. А вот это мой маленький, мой жутенький. Пролиномалия. Котенчик, да. Пожалуйста, поставьте клетку с канарейкой. Вот сюда. Сюда. А это не опасно. О, нет, не беспокойтесь, пролиномалия, не беспокойтесь. Сейчас мы вероятно услышим нежнейшие слова вашей любимицы. Сюда, пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста. Внимание, Мартин. Опыт. Опыт номер один. Я готов. Черт, знаете что, мне обидно, мне противно. Со мной обращаются, как с крупным младенцем. Моголева мне ваша сердцука есть. Боже мой, боже мой, она, кажется, ругается. Что ж такое? Оказывается, она чем-то недовольна. Но откуда? Откуда? Мы же с ней всегда вдвоем. Я от нее ни на шаг. И вдруг такие выражения, боже мой. Она, кажется, сказала, простите, черт, да. Черт знает что, да. Это же ужасно. Ну, не огорчайтесь, Вероная Амалия. Она, вероятно, наслужилась воробьев. Да, сейчас такое невоспитанное воробьиное поколение. Воробьев, вы так думаете, да. Возможно, профессор. Да подождите, она щебечет. Может, она хочет что-то мне сказать? Дорогая моя, продолжай, дружечка. Ой, простите, 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 пожалуйста. Извините, я больше не буду, золотое горлышко. Слушай меня, хнарейка. Если ты обещаешь говорить спокойно, не ругаться, то мы переведем твои слова на наш человеческий язык. Ясно? Ты забыл переключить микрофон. Включай рычаг плечевого перевода. Золотое горлышко. Если вы обещаете вести себя прилично и разговаривать вежливо, то мы переведем ваши пожелания фройленом Амалии. Уважаемая фройлен Амалия Мельштойбль, я работаю у вас в качестве певицы, неправда? Да, совершенно верно, дорогая, да. Я получаю за свою работу корм два раза в день и воду два раза в день. И конфетку. И конфетку один раз в день. Кроме того, вы раз в неделю чистите мою клетку. Я говорю правильно. Да, 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 совершенно правильно, моя дорогая кошечка. Ой, простите. Ты смотришь, как она логично и стилистически верно строит фразу. У нее явные способности к лингвистике. Это замечательно. Да, теперь она говорит повежливее. Вы дали мне имя золотое горлышко. Значит, вам нравится мое пение? О, очень. Так зачем? Зачем? Зачем так унижать меня и сравнивать с кошечкой? Я очень, очень боюсь кошек. И потом они так отвратительно, не музыкально, неукно. Я совершенно не предполагала. Ну, простите меня, пожалуйста. Не огорчает эсправильная амалия. Ведь теперь все можно поправить. Дядя! Это кошка Аглая. Сейчас ее время. Аглая! Уходите, пожалуйста. Если я не ослышался, аудиенцию назначили не мне, а... Кис-кис-кис. Аглая? О, посмотри-ка, Аглая. Кажется, тебя сейчас угостят очаровательной желтой конорейкой. Не шутите, так страшно, господин Берлингер. Поверьте, мне не дошло. Пожалуйста, простите нас, фрейл амалия. Большое вам спасибо. Прошите Марта, господин Берлингер. Он просто не точно выразился. Мы пригласили и ждем вас вместе с Аглой. Ведь наш эксперимент касается животных, как я вам уже говорил. Помните, я с вами беседовал о говорящей машине? Ну, что вы, что вы, профессор. Я ничуть не обиделся на Мартина. А как ваш эксперимент? Как машина. Ну, как машина. Что машина? Не кусается. А-а-а! Старушка, кажется, очень испугалась. Сюда, пожалуйста. А вы сюда, вот к этому микрофону. Своим Берлингером. Внимание, Мартин, опыт номер два. Я готов! Где это видно, а? Таскать меня, благовоспитанную кошку, по чужим комнатам и сажать на чужие столы, пахнущие... Наряк! Справедливости ради, я отмечу, что вообще художник Берлингер всегда очень воспитан. Нет, это божественная кошка, профессор. Тише, это очень забавно. Давайте же не отвлекаться. Аглая хочет продолжить первой вами на налог. Продолжай! Простите. Продолжайте, Аглая. Говорите сюда, вот в этот микрофон. Меню ваших обедов меня тоже мало смущает. Обеды не блестящие, но терпеть можно. Малахо всегда свежее. Ну что ж, спасибо и на этом. Давайте же, давайте же послушаем. Как видно, премьер Аглая хочет вам собрать еще что-то очень важное. Да, 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 да. С помощью изобретения, господина профессора, я хочу сообщить вам свое мнение о ваших картинах. Ведь вы часто рисуете мои портреты, не так. Вы совершенно верно изволили заметить. Но на наших портретах я состою из каких-то немыслимых квадратов и кругов. И потом мой хвост. Эта смейная гордость изображается в ванне виде штопора. А ведь мой хвост пушистый. Профессор, я прошу вас, переключите, пожалуйста, микрофон. Я хочу ответить своему разыскательному критику. Я отлично понимаю человеческую речь. Можете отвечать просто так, без помощи машины. Это очень интересно. Вы дает кошечка. Ну что ж, хорошо. Каждый в своем творчестве волен придерживаться того или иного стиля. И я... Но, пожалуйста, пусть этот стиль не касается моих портретов. И моих хвост. О, если ваши претензии заключаются только в этом, то я обещаю вам, все будет в порядке. Простите, господа, вы уже прерываете нашу интереснейшую дискуссию о живопусе, стучит наш очередной подопытный, немецкая овчарка Аякс. Дядя, что ты говоришь? Это стучит наш сосед, господин Румков. Ну вот именно это я и хотел сказать. Господин Берингер, нам лучше всего пройти черным уходом, а то, знаете, кошка с собакой будут нервничать. Я понимаю вас, профессор. Вы боитесь за собаку? Всего доброго. До свидания, господин Румков. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господин Румков. Ну что, художник Берингер уже отработал? Я встретил на лестнице про иномалию. Она пропищала. Приготовьтесь к чему-то веселенькому. Это все шутки, господин Румков. Наша машина, как я вам уже говорил, говорящая машина, в состоянии, то есть умеет перевести собачий лайк в благородное звучание человеческой речи. Давайте начнем, чтобы поскорее кончить. Куда должна встать собака? Пожалуйста, сюда, на этот стол. Так, аякс. Так, хоп, аякс. Сидеть. Ну, начинайте. Теперь ваша очередь. Включай микрофон, Мартин, опыт номер три. Я готов. Ну-ка, аякс, расскажи нам что-нибудь интересное. Сейчас я поговорю с ним. Послушай меня, аякс, если хочешь, ты можешь сейчас поговорить со своим хозяином. Аякс, прогавкай что-нибудь и домой. Я, у-у-у-у, я привык выполнять только четкие приказы. Приказу, хозяин. Рум, хоп. Не говорит, расстреляет. Как по команде, но не собака. Тихо, Мартин. Нормальная вытресированная собака. У тебя, может быть, есть какие-нибудь просьбы, пожелания, мечты. Не стесняйся. Говори обо всем, что тебя волнует. Хазарин, мог бы давать мясо? Получи мясо. Что? Без перевода. Мясо совершенно не надо. Вы, ребята, заботитесь о моей фигуре. Поговори еще у меня. Говорю. Во время наш ежедневный прогулок. Вы держите меня. На очень коротком поборке. Это что за фокусы? Пожалуйста, тише. Идет научный эксперимент. На коротком поборке. Что вы хотите? Легу. Хозяин. Мне уже это на пользу его. Да. Польза от такого воспитания ему штры очевидна. Спать дайте. А то я. Пожалуйста, меня все. Благодарю. За внимание. Ну что? Какая собака? Да. Собачка, что надо. Правильно. Вокровенная разумная собака. Знает, что ей надо. Она знает, что вам надо, господин Рубкоп. И давно потеряла свое собственное лицо. Лицо? Ха-ха-ха. Лицо у собаки. Ха-ха-ха. Ну, морда. Пошли. Аля. Морда. Ха-ха-ха. Лицо. Загадочная собачья душа. И собачье сердце. Все это любопытно, мой мальчик. Чрезвычайно любопытно. Дядя, слышите? Какой-то писк или скрип. Будто дверь от ветра скрипит. Слышите? Нет, тебе показалось. Стой верный какой-то писк. Это может быть пищит, говорит наша машина. Посмотри, все ли в порядке, Мартин. Да, я только что все проверял. Ой, дядя, вот кто писал. Смотрите, мышка. Сама пришла к нам и хочет поговорить. Ой, как интересно. Это просто замечательно. Включай микрофон мышиного перевода. Быстро, Мартин. Сейчас. Афа. Здравствуй. Можно мне говорить? Да. Спасибо. Я совершенно случайно подслушала сейчас разговоры между жильцами нашего дома и животными. Случайно? Случайно не подслушивают? Прости, моя мальчик, она вышла. Даже не все люди понимают, как это некрасиво. Слушай. Меня зовут Матитая. Я домашнее животное в селевстве Шайбл. Но обо мне знает только самый младший член семьи Шайбл. Младший? Так это, верно, малышка Нана. Да, запятая? Совершенно верно. Прелестная, очень симпатичная крошка. Но я не совсем понимаю, почему Нана не знакомит меня со всеми членами этой дружной семьи. Сейчас мы это организуем. Быстро зашариваем и слетаем. Сейчас я всех приведу. Милая запятая, откуда вы? Из какой вы семьи? Вам мой вопрос понятен? Да, профессор, я все понимаю. Я происхожу из очень родовитой, даже знатной фамилии. Мои родители приплыли на пароходе из Австралии. Из Австралии? Мужел, посадись. Здравствуйте, уважаемый профессор. По дороге Мартин рассказал нам удивительную новость. Оказывается, у нас есть домашнее животное, о существовании которого никто не подозревал. Домашнее животное. Домашнее животное. Где оно, где оно? Вот оно! И где? Точнее, она! Это мышка! Учени, господа, она происходит с очень знатной фамилией. И сейчас вы услышите, что эта мышка хочет вам сказать. Вот сюда, пожалуйста, к этому микрофону. Сюда, да. Вот сюда, пожалуйста. Интересно. Спасибо. Наконец, я имею честь вам представиться. 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 Милая семья Шайбов, Меня зовут Запятая. До сих пор я имела счастье знать только одну из вас. Одну из вас? Одну из вас? А как у нее одну? Нана. 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 Да, я давно люблю Запятую. А почему же ты нам ничего не сказала? Ну, ты же сама говорила, что в доме, где живем мы, люди, не место животных. Ну, а это, это ты ошибаешься. Это относилось только к кошкам и собакам. Их я не люблю. А эта, это прелестная мышка. И я очень рада, что познакомилась с Запятой. Дорогие, я так ждала этого вдовольня. Я люблю поэзию. Поэзию. Познакомилась с одной лишь мана. Но все же миг чудесный настал в конце концов. Слагать я буду песни во славу... Кого-чего? Всех живет. Милая, прелестная, правильно, Запятая. Что поделаешь, я не умею говорить стихами, я не получил должного образования. Но уверяю вас, что с сегодняшнего дня мы рады принять вас в свою семью. И каждый день я буду покупать для вас кусочек сыра. И даже, кажется, я пересмотрю свои отношения к животным. До свидания. Спасибо. Да, день был чрезвычайно интересный, Мартин. Сколько разнообразной информации, как животные говорят. Как они мыслят, Мартин, и какие разные характеры. По-моему, дядя, они гораздо симпатичнее и лучше своих хозяев. Те живут среди картинок, клеточек, плеток, ничего не видят и не хотят видеть дальше своего носа. Что говорить, Мартин, обыкновенные обыватели. Да, есть о чем поразмыслить. Но пора, пора, наконец, отдохнуть. Выключай-ка машину, Мартин, пусть отдохнет. Она тоже сегодня, наверное, устала. Сейчас, дядя. Ой! Кажется, говорящая машина сама заговорила. Она жила. Ну, по-моему, она чем-то недовольна. Спокойствие, спокойствие. Будет по всем необходим метод. Сейчас я обработаю получаемую информацию. Так, так. Ой! Дядя, она что-то здесь написала. Только я не понимаю, что. Тут какая-то чепуха. Не спеши, не спеши. Сейчас, сейчас по всем необходим метод, метод и знания. Сейчас я расшифрую ей эту запись. Она сломалась. Она больше не хочет работать. Ну, это интересно. Это интересно. Это измечательно интересно. Мартин, машина сама сделала вывод. Сама вывела умозаключение всего, услышанного ей сегодня. Она не сломалась, нет. Она просто выполнила свою миссию, понимаешь? Миссию? Ну, программу, ясно? Ясно. А что она здесь сказала? Ты расшифровал? Понял? Да, да, да. Она коротко сформулировала то, что, по-моему, главное в отношениях людей и животных. Вот. Не обижайте ваших друзей-животных. Забота о них делает вас добрее. Мой опыт закончен. Я исчерпала программу. Придумайте новое изобретение. Все. Спасибо за внимание. Ищи подпись. Говорящая машина. Вот так-то, мой друг. Ну, не огорчайся, не огорчайся. Нам с тобой осталось только последовать мудрому совету нашего детища. Помогать нашим друзьям-животными. Работать, работать, думать, мыслить. И помнить, что во всем необходим метод. За работу! Мартин, за работу! На этом кончается история говорящей машины. Больше она ничего не сказала. А Мартин и профессор снялись новым изобретением. Вы спросите, а как же... Как же поживают жильцы дома номер 7 по Луизиной улице? Мышка запитая Нина Потаповская. Художник-берингер Алексей Ершов. Аглая-кошка Лидия Штыкан. Мясник, рум, хоп! Север Кузнецов. Аглая-кошка Лидия Штыкан. Аглая-кошка Лидия Штыкан. Аглая-кошка Лидия Штыкан. Аглая-кошка Лидия Штыкан. Профессор Николай Боярский. Мартин Наталья Маркова. От автора Георгий Тейх. Аглая-кошка Лидия Штыкан. Самолет Георгий Тейх. От автора Георгий Тейх.